Здравствуйте! Вы смотрите новость Верхниками. Я в студии Мария Коноплёва. И вот о чём мы расскажем вам сегодня. 10 лет реконструкции. Сегодня березняковские чиновники рассказали, когда же сдадут в эксплуатацию детскую больницу на Советском проспекте. В Прикамье началась акция по сбору средств гигиены для детей-сирот, находящихся в больницах края. Усатые и прожорливые в одном из березняковских коллекторов теплотрассы поселилась колония тараканов. Сегодня, 5 августа, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом под председательством главы Пермского края Дмитрия Махонина принял решение о снятии режима самоизоляции для жителей региона. Данное решение распространяется на всех прикамцев, кроме людей из групп риска старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Напомним, режим самоизоляции был введён для упреждения развития пандемии новой коронавирусной инфекции в Прикамье ещё в начале апреля. Как отметил сегодня Дмитрий Махонин, власти продолжат следить за ситуацией в регионе, в том числе за соблюдением масочного режима. Если заболеваемость сохранится на прежнем уровне, в ближайшее время будет рассмотрена возможность восстановления работы кафе и ресторанов в привычном формате. Опираясь на данные по основным показателям распространения коронавирусной инфекции, Оперштаб принял очередные послабления. Возобновить деятельность гостиниц, организаций дополнительного и других видов образования. Кроме того, риэлторам, юристам, оценщикам недвижимости разрешено оказывать услуги населению. В то же время до 25 августа продлены ограничительные меры для культурно-массовых мероприятий бассейнов, бань и саун, фудкортов и кинотеатров. Кроме того, находиться в торговых центрах возможно только в защитной маске. Хэппи-энда может закончиться реконструкция стационара детской больницы на Советском проспекте. Десять лет назад здание решили восстановить. С тех пор больница стала самым известным долгостроем города. Сегодня представители городской администрации вместе с подрядчиком показали журналистам, на каком этапе реконструкция сейчас. Работа кипит. Этого ждали 10 лет. Но активная фаза реконструкции началась только в прошлом году. Сейчас детский стационар ремонтирует строительная организация «Монте-Ава» из Саратова. На объекте работают 47 человек. Нам проводит экскурсию начальник участка Александр Моисеев. Говорит, работы выполнены на 70%. Правое крыло, получается, будут, скажем так, стационар с помещениями для приема пищи. Левое крыло будет для приема пациентов, согласно проекту. Возможно, потом все это поменяем. И это даже не шутка. Дело в том, что первоначальный проект за 10 лет действительно устарел. Ввиду того, что достаточно затянулась реконструкция данного здания, соответственно, состояние его, конечно же, ухудшается с каждым годом. Поэтому появилась необходимость проведения корректировки проекта, ну и, соответственно, с какими-то дополнительными мерами. Корректировки вносят, но ремонт идет без остановки. Здание преобразилось внешне. Красно-белая облицовка – это вентилируемый металлический фасад. Заменена кровля. Главное – укреплен фундамент. Ведь под больницей шахтные выработки. В здании выполнены распилы, заполненные огнезащитными материалами, для того, чтобы оно было более устойчиво. Стянуты дополнительными тяжами металлическими, чтобы сохранить целостность здания. Каждый оконный проем, дверной проем выполнено усилением металлоконструкциями. Сейчас строители занимаются электрикой, отоплением и водоотведением. Остался монтаж дверей и окон, косметические работы. В частности, выбирают цвет стен. В детской больнице также будет три лифта. Что примечательно, когда-то лифты были построены, но не запущены в эксплуатацию. Они ни разу не ходили. Раньше лифта было два, сейчас три. И шахту углубили, лифт будет ходить до цокольного этажа. Цокольный этаж тоже раньше не использовался, но сейчас там будет прачечная и другие хозяйственные помещения. Об оснащении больницы говорить пока рано. Завершить работу планируем ориентировочно третий квартал следующего года. Возможно, раньше, но возникнет много еще не вопросов, а процедур по лицензированию, получению разрешений и так далее. Мы, наверное, как и другие жители города, надеемся, что все-таки в этот раз чиновники обещания сдержат. И эпопея с реконструкцией все-таки закончится. И мамочкам больше не придется ездить за медицинской помощью на правый берег. Евгения Кокширова, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхнекамия. Медицинская помощь и забота нужны детям постоянно, особенно тем малышам, которые остались без родителей и опекунов. Оказать свою поддержку таким детям может любой житель Пермского края. С 3 августа по 14 сентября во всех многофункциональных центрах Прикамья проводится уже традиционная благотворительная акция «Выздоравливай малыш». Как принять в ней участие и сделать доброе дело, расскажем далее. Акция «Выздоравливай малыш» проводится известным благотворительным фондом «Дед Морозим». Она направлена на сбор средств гигиены для детей, оставшихся без родителей, проходящих лечение в больницах края. Как поясняют организаторы, дети-сироты находятся в медучреждениях под присмотром нянь из службы заботы фонда «Дед Морозим» или, как их еще называют, больничных мам. Но помимо заботы им необходимы средства гигиены. Дети попадают в больницы одни не только из детских учреждений, но еще и из неблагополучных семей и даже с улицы. В таких ситуациях с собой у них нет ни запасной одежды, ни средств гигиены. Когда нет времени на поиски нужных вещей, очень выручают склад со средствами гигиены, пополнять которые помогают пермики. Отправляясь в стационар, больничные мамы берут из запасов все, что необходимо, чтобы дети чувствовали себя комфортно и быстрее выздоравливали. Партнером благотворительной акции уже не первый год стал Краевой многофункциональный центр. Сроки проведения акции пришлось сдвинуть из-за пандемии, поскольку длительный период времени отделения мои документы работали в ограниченном режиме. Но малышам, оставшимся без родителей, нужна помощь, несмотря ни на что. Поэтому мы надеемся, что неравнодушные граждане, так же, как и в предыдущие годы, примут в сборе самое активное участие. Предметы первой необходимости для малышей в больницах – это подгузники, влажные салфетки, жидкое мыло, одноразовые пеленки, детские кремы, присыпки, ватные палочки с ограничителями и диски. Пригодятся и продукты питания – детское пюре, педия, шур, малоешка в бутылочках. Стоит отметить, что благотворительная акция по сбору средств гигиены проводится Краевым МФЦ и Фондом Дед Морозим уже третий год подряд. В прошлом году, благодаря общим усилиям, удалось собрать 4000 подгузников, сотни упаковок влажных салфеток, ватных дисков и другой продукции. Этих товаров подопечным больничных мам хватило на несколько месяцев. Если вы хотите помочь малышам выздоравливать, приносите любое количество средств гигиены или детского питания в филиалы МФЦ в Перми и Пермском крае. По завершении акции вся собранная продукция будет передана благотворительному фонду Дед Морозим, а оттуда попадет к детям-сиротам в больницах. Напомним, филиалы МФЦ в Березниках находятся по адресам Карла Маркса, 37, Юбилейная, 94, и в жилкомплексе Любимов на Строгановском бульваре, 18. Получить более подробную информацию об акции можно по телефону горячей линии 270-08-70. Полный отчет о результатах сбора будет опубликован на сайте детморозим.ру. Андрей Фадеев, Степан Некрасов, Новости Верхнекамье. Число березняковцев, госпитализированных в Краевую больницу имени Вагнера с диагнозом коронавирусная инфекция за сутки увеличилось на 10 человек. Далее озвучим свежие цифры по заболеваемости опасным вирусом в Березняках, крае и стране. По данным оперативного штаба по Пермскому краю в Березняках общее число заболевших с момента первого выявленного случая составило 329 человек. Новых госпитализированных березняковцев за сутки прибавилось сразу 10. В инфекционном отделении Краевой больницы имени Вагнера сейчас находятся 38 жителей Верхнекамья. Это на 11 больше, чем днем ранее. 157 человек сегодня изолированы на дому с подтвержденным диагнозом COVID-19. 522 человека сейчас под наблюдением врачей больницы имени Вагнера. В Пермском крае за сутки выявили 68 случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в крае превысило 6200. При этом выздоровело почти 4500 пациентов, из них за сутки 43 человека. Умерло за минувшие 24 часа 3 человека, а всего за весь период 172 человека не смогли побороть вирус. В России число новых инфицированных за минувшие сутки увеличилось почти на 5200 человек. Общее количество инфицированных превысило 866 тысяч человек. Скончались за сутки 139 пациентов. Несмотря на пандемию, в стране по-прежнему проводят соревнования по профмастерству. Сегодня подошел к концу отборочный этап в национальный финал чемпионата WorldSkills 2020. В этом году в компетенции Геодезия Пермский край представляют всего два студента из Соликамска. Кристина Придеина побывала на отборочных этапах и пообщалась с командой Прикамья. На отборочном этапе WorldSkills Александре Панкиной и Евгению Сазонову нужно выполнить два модуля. Первый – теоретическая работа в программе. Нужно построить сетку координат. А во втором модуле уже перенести работу с экрана монитора в реальность, на местность. В данном случае во внутренний двор Соликамского техникума. То есть мы должны были сделать на местности вынос. Вынос тех точек, которые мы запроектировали. То есть просто разбить колышки по площадке и потом снять объекты. Я отвечала за работу у тахеометра. То есть я стояла у тахеометра, проводила все измерения. Женя работал в компьютере, в программе и в поле. И только в такой слаженной командной работе ребятам удалось сделать большую часть заданий чемпионата. Ведь изначально они готовились к одному. Но как и заранее обещали организаторы, в последний день они изменили часть заданий, что и вызвало трудности у участников. Мы потеряли целый час, а модуль идет два часа. И получается остался всего час, чтобы сделать все полностью, весь модуль. Это сделать разбивку и то по съемку очень много точек. Вот. И мы почти успели. Нам всего лишь не осталось один объект, но я считаю, что это хороший результат, потому что за такое маленькое время сделает столько – это достойное уважение, скажем так. Но вот достойна ли работа Александры и Евгения национального финала решает команда экспертов, которые в момент чемпионата находятся за тысячи километров от участников. А смотрят они за ними через веб-камеры, которые пишут и звук, и картинку. Чтобы быть точно уверенными, что студенты выполняют задания самостоятельно. Вот для этого мероприятия мы специально приобрели шесть камер. В данный момент эксперты нас видят по онлайн-трансляции, вот по этим камерам. Центр управления у них в Кузбассе находится. У них есть специальные протоколы, куда они вносят свои данные, куда они вносят баллы за каждое действие ребят. То есть это не просто выполнить все задание, там отмечается все, вплоть до соблюдения правил техники безопасности, до соблюдения требований к работе с приборами. Участвовать в этом чемпионате наши герои начали всего лишь в феврале этого года. Тогда они выиграли региональный этап. Но это далеко не случайная победа. Александр и Евгений – лучшие ученики своих курсов. А к каждому этапу чемпионата они всегда готовятся заранее. Вообще за месяц выставляют конкурсное задание, ориентировочное конкурсное задание. Вот мы начинали за месяц немножко его разбирать, а вот прямо вплотную за две недели каждый день мы собирались и суббота, и воскресенье. Результаты этого этапа конкурса станут известны после 10 августа. Если Александра и Евгения наберут нужное количество баллов, то пройдут финал национального чемпионата, который состоится в сентябре этого года. Там уже будут выбирать представители нашей страны, которые выйдут соревноваться в геодезии на мировой уровень. А желают удачи соликамским студентам Кристина Придейна, Степан Некрасов и новости верхниками. Во второй части выпуска расскажем о погоде в Прикаме на эту неделю и о неприятных соседях, которые поселились в теплотрассе в районе общежития «Юность». А пока сделаем небольшую рекламную паузу, не переключайтесь. В нашу редакцию обратился мобильный репортер и рассказал о полчищах тараканов, которые расплодились в колодцах теплотрассы в районе общежития «Юность». Наша съемочная группа выехала на место и увидела все своими глазами. Далее кадры, которые лучше не смотреть тем, кто боится насекомых. Эти видео с кучей тараканов прислал нам мобильный репортер Олег. На кадрах насекомые колониями обитают около колодца. Наша съемочная группа выехала на место – это район общежития «Юность» рядом с остановкой и жилым домом на «Мира-42». Действительно, зрелище не из приятных колоний тараканов от мала до велика – черные, рыжие и даже с крыльями. Видимо, хорошо живется, место теплое, да и еда. Здесь по всему периметру тараканы из каждого колодца они просто кишат и при этом видно, что жители сюда бросают еду. Видимо, птиц кормят или еще что-то, я не знаю, но обратная сторона такой доброты – это то, что здесь даже пройти неприятно. Таракану тут ходят толпами. Тем не менее, просто так они здесь оказаться не могли. Наверняка были причины. За экспертным мнением мы обратились к биологу, которая в телефонном разговоре предположила, откуда они могли мигрировать. Сейчас летом для них благоприятный температурный режим. Как раз была жара, а потом дожди и влажность. Потом еще возможно с того, что ушли из гостинки, потому что народ все равно сейчас на дачах, да, не так часто дома проводят. Поэтому уходят в стоки, да, где много различных отходов. Туда идут у нас тараканы. По словам биолога, тараканы могут быть переносчиками дифтерии, дизентерии, туберкулеза и гепатита. Поэтому такое соседство с усатыми насекомыми может навредить здоровью людей. Мы отправили запрос в администрацию города, а также пытаемся связаться с сотрудниками санитарно-эпидемиологической службы, чтобы выяснить, как и кто будет решать эту проблему. Развитие этой ситуации смотрите в наших следующих выпусках. Елена Силакова, Степан Некрасов. Новости Верхнекамье. Новость, которую сообщил нам Олег, может стать лучшей на этой неделе. За это наш мобильный репортер получит три сертификата на пиццу. Однако и у вас есть шанс забрать этот приз. Снимайте на видео интересные события и присылайте на почту tnt.news.ru в группу ВКонтакте или по телефону 43-17-11-26-28-17. Кто же заберет сертификат на этой неделе, вы узнаете в эту пятницу. И вновь за окном потеплеет, проспект Ленина отремонтируют, а в деревнях отключат электроснабжение. Подробнее об этих новостях расскажем далее в нашей рубрике «Новости коротко». Березняковские чиновники рассказали о будущем ремонте проспекта Ленина. Под реконструкцию попадет лишь отрезок от улицы Тельмана до Пятилетки. Сейчас на часть работ уже нашли подрядчикам. Им станет компания «Геоструктура». Ей предстоит выполнить разработку проектной документации на капремонт. Подрядчик проведет обследование и инженерное изыскание, а также оформит всю документацию. Сейчас известно, что по проекту тут переустроят коммуникации, установят светильники с каждой стороны проспекта, а также сделают ливневую канализацию. Подрядчику предстоит спроектировать участок проспекта Ленина длиной в 736 метров. Срок работ – 157 дней с момента подписания контракта. На создание проекта власти выделили почти 2 миллиона рублей. При Канье снова будет жарко, но совсем недолго. Завтра на севере края и послезавтра на востоке будут кратковременные дожди и грозы, а ветер при этом усилится до 15 метров в секунду. Но температура за окном повысится в центральных и южных районах региона. Температура ночью до плюс 17 градусов днем достигнет плюс 31 градуса по Цельсию. По словам синоптиков, в целом последующие два дня температура в регионе будет выше климатической нормы – на 24 градуса. Однако так будет недолго. Выходные погоды в крае вновь станут пасмурной, дождливой и прохладной. Внимание! Отключение электроснабжения в малых населенных пунктах. Березняковские электрические сети сообщают, что завтра 6 августа с 10 до 18.00 будет оттуда. Отключено электроснабжение в деревнях Высокого, Гунина, Заряны, Загишка, Игнашина, Кокуй, Комина, Сырковая, Призубы и Вселечье кино. Электроснабжение будет отключено для проведения плановых ремонтных работ. Новости коротко подготовила Кристина Придейна. Летняя оздоровительная кампания в этом году стартовала позже обычного почти на месяц. Тем не менее, сотни березняковских мальчишек и девчонок все же смогут побывать в загородных лагерях и весело провести время. Для родителей это тоже отдых. А для родителей азотчиков еще и выгодный отдых. Эфир продолжит сюжет наших коллег из телекомпании Азот-ТВ. Первый раз, когда ты в лагерь поедешь, ты будешь скучать по дому, а когда второй раз, ну, второй день будешь в лагере, ты просто не захочешь домой возвращаться. Эта фраза обязательно должна войти в цитатник сказки. Устами младенца, как говорится. А тем временем у Дворца пионеров собираются самые младшие отряды, большинство ребят едут в детский лагерь впервые. Но почти никто не волнуется, все в предвкушении отличного отдыха. отряды. Ты совсем-совсем не волнуешься? Нет. Что ты ожидаешь от поездки? Радость. Чтобы поиграть там и найти новых друзей и отдохнуть от родителей. А что ты хочешь получить самое главное от поездки? Удовольствие. Какое удовольствие. Большое. Кто-то уже вовсю веселится с другими ребятами, кто-то еще скромно стоит возле родителей. Но одно точно, эту смену все очень ждали. Мама сказала, что поеду я в сказку, тогда я обрадовалась и я. Стало дни, наверное, считать, да? Детские загородные центры Прикамья в условиях пандемии начали свою работу только со второй смены. При этом подход к отдыху детей должен быть ответственным. Сокращение численности отрядов, регулярная обработка помещений, в общем, должны соблюдаться все меры безопасности. Администрация сказки к новому заезду готова. Все сотрудники сдали анализы на ковид, посещение в лагере под запретом. Все ради здоровья детей. Регулярное питание, спорт, свежий воздух и яркие мероприятия. Вот что ждет ребят. Скучать точно будет некогда. Кстати, сотрудники предприятия традиционно платят за это удовольствие всего 10% от стоимости путевки. В этом году вопрос по проведению летней оздоровительной компании очень долго находился под вопросом в связи с эпидемией коронавируса. Но все-таки решение было принято провести детскую оздоровительную компанию именно для детей-азодчиков. Правда, сроки пришлось сдвинуть. И вот только в конце июля дети-азодчиков у нас поехали в лагерь «Сказка», с которым у нас давно дружеские партнерские отношения. Филиал «Азод» предъявляет достаточно высокие требования к размещению детей. Мы всегда получаем положительную обратную связь от родителей по оздоровлению именно в лагере «Сказка», который отвечает всем нашим требованиям. Все дети, которые поехали в этом году в лагерь «Сказка», прошли требуемую в нынешних условиях трехдневную обсервацию. В этом году филиал «Азод» выделит на летнюю здоровительную компанию более 4 миллионов рублей. Мы оздоровим 140 детей-азодчиков. Теперь новость для тех, кто давно ждал, когда в Березняки приедет рыбак Камчатки. Уже в понедельник у горожан появится возможность купить свежие и полезные морепродукты от проверенного поставщика. Рыбак Камчатки – это свежие морские деликатесы. Чавыча, нерка, кижуч, горбуша, палтус, корюшка, кумжи и, конечно, красная икра. Вся продукция выловлена и произведена в самом сердце нетронутой цивилизации Камчатки. Рыбу коптят на натуральных опилках вишни, яблони и ольхи. Транспортирует исключительно в готовом виде, благодаря чему она сохраняет вкус и полезные вещества. Среди всех деликатесов, конечно, будет и чавыча, которую так полюбили горожане. Этот дикий лосось богат витаминами группы В, С, омега-3 и 6. Она будет в копченом и малосольном виде. Здесь же и жирное, вкусное мясо белорыбецы. Все это вы сможете приобрести с 10 по 15 августа в ДК имени Ленина. Это были главные новости Верхниками. Смотрите нас ВКонтакте на канале Верхниками ТВ и в аналоговом эфире канала ТНТ. После нашей программы на канале Верхниками ТВ смотрите третью серию проекта «Легкий стиль». Милые дамы узнают, с чем носить белую футболку, как с помощью макияжа сделать губы объемными и что поможет вернуть белизну кроссовкам. С вами была Мария Коноплева. Всего доброго и будьте здоровы! В Кудеснике летнее предложение. Остекление балконов от 4000 рублей за квадратный метр, беспроцентная рассрочка до пяти месяцев или дополнительные скидки. Акция действует до конца месяца. Работают все салоны. Спонсор прогноза погоды – рыбная лавка «Рыбак Камчатки». С 10 по 15 августа в ДК имени Ленина вас ждет большой ассортимент дальневосточных морепродуктов. Попробуйте, вам точно понравится! 6 августа на территории Верхниками синоптики прогнозируют преимущественно малооблачную погоду временами возможной дожди и гроза. В Александровске плюс 27, в Кизеле плюс 26, в Соликамске также плюс 27 градусов. В Березниках в четверг температура воздуха ночью плюс 16, в дневные часы плюс 27 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. 6 августа солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Кудесник представляет раздвижные пластиковые окна-слайдерс для балконов и лоджий, веранд и беседок, тепло- и звукоизоляция плюс значительная экономия пространства. Телефон 255-904. Только с 10 по 15 августа. Дальневосточные морепродукты. Чавыча, Кижуч, Красная икра. От компании «Рыбак Камчатки». Город Березники, ДК Ленина, улица Ленина, 50.